Приветствую вас, уважаемые пользователи, с вами снова Джинни, мы продолжаем играть в игрушку Рим Тотал Лар. Второй, второй не первый, да, как вы заметили. Итак, с вами мы остановились на том, что захватили несколько островов, уничтожили Атрускую Лигу, начали захватывать, получается, вот эти вот провинции. По сути дела, мы уже полностью захватили эту одну провинцию, да. Кстати, мы тут вроде должны были Эдип выпустить. Почему-то до сих пор не выпустили. Так, романтизм, отмена гипта. А, у нас нет, у нас есть гипта, хлеба и зрелищ. Однако у нас все равно здесь плохо, да, то есть у нас здесь минус один в Каралисе, в Алалии у нас также минус один. И мы продолжаем с вами наступление, то есть мы захватили Лилибэй. Это у нас была, кто это у нас, кто это у нас были? Это Эдетаны. По-моему, у Эдетанов есть еще один город. А может и нет, слушайте. По-хорошему, наша сейчас задача с вами, это захватить Сиракузы, и тогда у нас с вами будет Великая Греция полностью. Да, тогда мы сможем там тоже делать эдикты, и это будет очень хорошо. Ну что ж, давайте посмотрим, минус 51, вообще жесть. Так, варварское здание, к сожалению, мы его, по-моему, перестроить не можем, у нас потому что нет денег. Самую первую постройку этой цепочки. Хм, интересно, а почему нам не дают? Следующий, построить здание, отремонтировать. А, то есть нам нужно сначала отремонтировать, потом будем все делать. Хорошо, хорошо, я не против. Так, здесь у нас, ребята, после боя, в принципе, практически все живы, да, но хотелось бы, чтобы они подлечились. Да, для восстановления нам необходимо два хода. Давайте кого-нибудь донаймем. О, это только Левисы. Ладно, а из наемников, на наемников у нас просто-напросто с вами не хватает денег. Хорошо, тогда подождем ход и на следующий год, может быть, кому-нибудь все-таки мы с вами умудримся схватить. Добьем, добьем, получается, вот этот Анаф. Да, тут, хотя кто-то не осталось-то их тут вообще. Тут гулькин нос. А-а-а, так, хорошо. Так, давайте какую-нибудь подрывную деятельность, если у нас, конечно, хватит денег. Нападение, нападение, а у нас денег не на что не хватает. Ту-у-у, мы с вами бедствуем. Тогда просто-напросто смотрим, кто у нас куда может пробежаться. Вот у нас Саглядатая до сих пор бегает далеко-далеко-далеко. Ну и пусть бегает, это ее право. Она может это делать. Она, собственно, и создана для того, чтобы бегать и все исследовать. Да? Да. Так, что у нас там? Легион Италика. Это наш один из основных легионов, который сейчас пытается отбиться от мятежной армии. Точнее, не пытается отбиться, а мы просто пытаемся убить. А почему у нас так в брунзе и так все плохо? Что у нас тут вообще с налогами, ребята? Вот реально, вас налогов нет вообще. Почему в минус 59? Обалдеть. Вообще же плохо. Это ужас какой-то. Великая Греция, ты что? Так, давайте посмотрим. Что-то по деньгам у нас. Содержание. Все, ладно. Армия на ее. Так, нет, ладно. Будем тогда решать что-нибудь здесь уже в брунзе. Так, требуется прежде население, насколько его нету. Сейчас мы на автомате уничтожим эту мятежную армию. Потому что биться с ними слишком долго и неинтересно. Ну, просто неинтересно. Маленькая армия на маленькую армию, я думаю, что никому интересно это не будет. Конечно, если вам интересны такие сражения, ребята, пишите мне, пожалуйста, в комментариях. Тогда я буду биться во всем вручную. Но это будет немножко дольше. Как вы понимаете. Потому что вручную это все всегда дольше. То есть, как вы помните. Так, что с ними сделать? Отпустить. Мы получили второй ранг. Это хорошо. Соответственно, можем сейчас немножечко вкачаться. Так, урон всех отрядов ближнего боя. Урон всех стрелковых. Строить среднего шоу? Нет. У нас там неплохо со стрелками. Так, Легион и Талика все вкачали. И возвращаются в Брунди. Потому что тут у нас есть большая вероятность того, что начнутся какие-нибудь гадкие восстания. Легион и Талика все-то отдыхаешь. Еще один наш Легион, который как раз подтягивался к Алали. Давайте мы его, знаете, куда? Куда мы его зашлем? Давайте мы его куда-нибудь будем подтягивать вот сюда, вот поближе к Сиракузам. Потому что есть вероятность того, что в Сиракузах у нас очень много народа. 9, 20, то есть как минимум здесь уже 20. Ой, нет, смотрите, здесь 14, 23, 23, 30. Ух ты, обалдеть. 32 отряда. Это много. Это много, но это мы будем долго захватывать. Так. И ты, 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 ты просто идешь сюда. Идешь вот сюда вот. А нет, хотя ты же можешь, тебя же никто не видит. Просто вот встал здесь на границе. И пока тихонечко стоишь, выжидаешь. Значит, по технологиям у нас все в порядке. Технологии развиваются. Политика. Посмотрим, что у нас тут по политике. Значит, армии. Кстати, у нас еще 3 армии можно набрать. Это хорошо. Садидат у нас в 1. Воители 2. Это отлично. По дипломатии мы в войне с Сиракузами и с рабами. Кстати, а где мне еще рабы? Ладно, торговый союз. Садидатами. С Гетулами, с Масилией, Кносом и с Сиракузами мы торгуем. Вот так не хочется, конечно, с Сиракузами. Но что делать? Так, кстати. Кстати, о птичках. Мы же можем здесь какую-нибудь гадость сделать, а? Государственные дети и Рим. Слушайте, у нас денег нет, а? У нас просто не хватает денег. Ну и ладно. Так, восстание подавлено. По статистике посмотрим, что у нас. 49-й ход. 224-й год до нашей эры. Так, 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 так. 51 фракция встречена тоже. Обалдеть, слушайте. Так, ну в принципе, ладно. Все, на это тогда оставили. С домами. Ну, пока у нас денег нет, чтобы хоть что-нибудь с ними сделать. Поэтому просто-напросто заканчиваем ход. И смотрим, что будет делать компьютер. Делать он будет это долго, мудрно, очень расчетливо. Потому что это компьютер. Работа у него такая. К сожалению, я не знаю, вот вообще стоило мне сейчас так все армии ринуться куда-то. Потому что я очень сильно боюсь, что, не знаю, какой-нибудь дельминей возьмет и начнет на меня атаку. А у меня там просто никого нет. Ну, мы, нам защищаться неким, да. Все довольно далеко. Все через море. Это очень проблематично, воевать на море. Я так и не научился. А! Опять у нас, опять у нас вылезли рабы. Нам по-любому нужно захватывать сиракузы. Потому что без них мы не сможем объединить всю Великую Грецию и выдать хороший эдикт. А если мы не сможем сделать здесь эдикт, у нас так и будет в большом, большом минусе. Все наше влияние. Это плохо. Хорошего этого ничего нет. Это кто такой? Нет, по-моему, с ними у нас все в порядке. Вот с оливами, по крайней мере, проблем никаких не было. Объединять 100% надо, потому что вот у нас объединен вот этот вот рим, да. Тут все прекрасно. Так, эта фракция уничтожена. Кого? Даорсы. Да, я их даже не видел. Восстание в Брунде я уже видел. Срок, мирными богами этой даме, истек. Больше у нее нет ни тревог, ни забот. У нас умерла наша Саглидатый. Ту-у-у! И еще там кто-то помер. В принципе, население в гневе. Ребят, я видел, что население в гневе в Великой Греции, но я ничего не могу поделать, пока здесь у нас нет эдикта. Хотя, смотрите, у нас немножечко тут по ходу дела что-то починилось, да? В Лилибэе. И у нас плюс 7 начался. Это хорошо. Давайте мы с вами в Лилибэе все это дело отремонтируем. Цена ремонта 400. Ну ладно. Почему нет? Давайте отремонтируем хотя бы для того, чтобы можно было дальше что-то вкачивать. Попытаемся добить Сиракузы. Ой, не Сиракузы, а Титанов. Аааа. Ребята испугались. Ребят, ну извините меня, конечно, но я вас все равно догоню. Я вас догоню, авторасчетом убью, потому что, ну, ну, тут вообще нечего с вами делать. Жах! И, мне кажется, я уничтожу эту фракцию абсолютно. Отпустить, пленить, поработить. Нам нужны деньги. Получили хороший ранг военной традиции. Еще вкачали. Это отлично, я вам скажу. Это очень хорошо. Так, слушайте, по рангу. Так, урон всех отрядов мы пока не можем. Но мы можем что-нибудь новое себе выбрать. Либо вот это вот скачать. С их ближнего боя. Чем отличается атака ближнего боя от урона всех отрядов ближнего боя? Это очень интересно. Ладно. Посмотрим. Стрелки. Средние осадные машины. Выстрел, боевой дух. Это хорошо, конечно. Стоимость набора вспомогает, как минимум, минус 5. Дальность перемещения по карте плюс 6. Это интересно. Защита в баррикадах. Баррикады ни разу не пользовались. Боевой дух. Общественный порядок за счет персонажей. Хорошо. Содержание всех сухопутных. Минус. Боевой дух всех отрядов. Атака ближнего боя. Защита в ближнем бою. Боевой дух всех отрядов. В пересажении с варварами. Мы варваров-то даже толком ни разу не видели. Атака ближнего боя. Все тяжелые пехоты. Так. Ну слушайте. Мне вот нравится вот содержание. Минус. Да. Либо строить средние осадные машины. Давайте, наверное, инженеров поставим. Потому что надо будет захватывать, скорее всего, сиракуды. Нам нужно, да? Так. Воин. Рвение плюс 2. Атака ближнего боя. Выстрел в минуту. Это хорошо. Атака ближнего боя всех отрядов. Выстрел в минуту. Плюс 4. Рвение плюс 3. Как полководец. Это еще лучше. Так. Прибыль. Рвение. Боевой дух. Давайте вот это вкачаем. Мне это нравится. Тут у нас до сих пор остается лекарь. Так. Что у нас с Великой Грецией? Надо захватывать. Я не знаю, что у нас в сиракузах. Девятка. Больше никого не показано. То ли они все уплыли. То ли они начали убегать. А. Вот кстати убежал. Убежал вот этот полководец. Это интересно. Но. Мы с вами еще не вылечились до конца. Давайте у нас тут кстати наемнички. Нужны нам. Посмотрим. Что у нас по характеристикам наемников. Здоровье. Боевой дух. 45. По хорошему вот этих надо, да? Вот эта конница. Очень неплохие ребята. 585 невозможно нанять. А. У нас их просто нету. Значит вот этих. Так. Подожди. Я рассказал нанять. Вот этих нанять. Все. Они значит к нам пришли. Супер. Ну. Здесь мы просто выжидаем. Пусть оно потихонечку. Пусть наша армия потихонечку лечится. По моему одного хода нам достаточно. Два хода достаточно. Видимо после этой битвы нас немножко подранили. Ну ничего страшного. К сожалению наша Саглядата так и не смогла все узнать. Она умерла. Так. Здесь у нас мятежники. Мятежников мы подавляем очень жестоко. Слушайте он взял и убежал. Так. Как. Как ты не можешь это сделать? Пожалуйста добеги и пожалуйста убей. Тут 97% того что ты их убьешь сразу же. Просто одним конкретным четким ударом в голову мы их победили. Отпускаем для того чтобы. Для того чтобы все таки в провинции у нас не было так все плохо. Так. Это мы прокачать не можем. Смотрим что еще может. Хитрость плюс один. Рвение плюс один. Стоимость набора отрядов. Авторитет как флотоводец. Как полководец. Вот авторитет как полководец. Кстати а может у нас тут по людям есть. Не знаю что нибудь. Кого нибудь ему поставить. Какого нибудь человечка да. Который дает плюс. Плюс 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 плюс. В общем. Все. Я все забыл. В общем чтобы у нас не было мятежей. Боевой дух. Атака ближнего боя. Защита. Авторитет. Авторитет рекомендований. Дальность стрельбы. Защита от действия агента. Атака ближнего боя. Боевой дух отрядов. Дальность перемещения. Броня. Стоимость стрельбы. Хитрость. Авторитет при командовании флотом. Авторитет армия. Боевой дух. Боевой дух. Шанс сбежать. Так. Авторитет. 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 Броня. Броня. Слушайте по моему нету. Харизма заход. Броня всех. Давайте харизму заход. Плюс один. Какой-то сделаем себе. То есть мы будем таким. Очень харизматичным воином. Все. И возвращаемся назад. В Брундиль. Ноль. Почему ноль? Потому что мы убили их. Ну ладно. Но если бы мы их не убили. То они бы начали разрастаться. Очень сильно. Почему нет? Почему нет? Этот у нас продолжает двигаться. Конец хода. То есть наши подплывают. Плывут. 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 Все. Начинает ходить компьютер. Итак. Наша сейчас с вами большая задача. Захват Сиракуз. По-хорошему бы вы кого-нибудь попробовали. Пытаться подговорить. Попробовать. Да. Что мол. Давай-ка мы их жахнем. Хотя нет. Смысл их подговаривать. Надо. Ну надо просто сейчас. Пару армий сюда подтащить. Чтобы у меня хотя бы было. Из кого выбирать. Потому что. Как вы помните. По Этрусской лиге. Идти одной армии в бой. Это смерти подобно. Потому что. В городе там. А. Гарнизон. Б. Какая-нибудь армия. Ничего хорошо не ходит. Здесь вот кстати пытаются. Убить очередную. Фракцию. Кстати. Вот. Только что показалась. Фракция. С которой мы воюем. Вот здесь вот рядом. С Коралисом. Хм. Если они показались. То они могут туда высадиться. В принципе. У нас там есть гарнизоны. Я думаю. Что армии там небольшие. Даже если. Есть какая-то приличная армия. То мы всегда можем вернуться. Быстренько перекинуться. С одного острова на другой. И попытаться им за это дело отомстить. Ну. Я. Не уверен. Что у них там большая армия. Если бы у них была большая армия. Они бы давно уже пришли. И. Выдали мне люлей. Но почему-то никто не приходит. Так. Эта фракция уничтожена. Вибиски. Вы сделали. Да. Технологический скачок. У нас закончились технологии. Как вы помните. Мы смогли вкачать. Строительство. Тут у нас все простроилось. Хорошо. Новый домочадец. Хитрость. Плюс один. Резерв. Пожалуйста. Для этого домочадца. Так. Смотрим. Что мы здесь можем. Ничего. Денег. Ни на что нет. Здесь у нас заканчивается. Это хорошо. Что у нас здесь. В Лилибее. Так. Что такое. Это здание недоступно вашей фракции. Она не только не принесет пользу. Она может причинить вред. Перестройте это здание. Проходящее для вашей фракции. Зачем я его чинил. Невозможно построить. У вас не достаточно средств. То есть мы можем конечно его снести. Но у нас не хватает денег. Хорошо. Я запомнил. Что у нас здесь. На что вот нам не хватает. Да. Улучшенное строительство. Нам не хватает вот этого. Да. Легко. Ребят. Пожалуйста. Что это вообще такое. Римский поселок. Аквидук. Рост всех провинциях. Это хорошо. Все провинции. Почему я этого раньше не сделал. Хм. Ладно. Пусть. 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 Пусть это делается. А мы смотрим. Что у нас вообще здесь. В Сиракузах. В Сиракузах. Но по хорошему можно нападать. По хорошему можно нападать. Тем более у нас этот должен уже высадиться. Нарушение границ. Эээээ. Нам говорят. Уходи. Ух ты. Тут 14. Тут 7. 21 человек. Упс. Так. А я уйти не могу уже. Ха-ха-ха-ха. Нюшки. Ладно. Давайте мы этот ход подождем. Тут у меня долечатся все ребята. Да. Попробуем еще сейчас нанять себя как кого-нибудь. Например. Вот этих вот гоплетов. Все. Добили. То есть у нас теперь полностью укомплектованная армия. Конечно денег у нас вообще нисколько не приходит. Не просто не приходит. Их вообще не приходит. Здесь у нас мин. Плюс 4 пока. Здесь у нас плюс 16. Может быть налоги немножечко. Чуточку ребят. Ну нужны деньги. Ребят. Ну поймите. Тут 1. 13. Слушайте. Ну они вытерпят. Они это вытерпят. А такие налоги. 10. Минус 2. Ну фиг с ним. У нас там все равно постоянно восстание. Минус 6. Здесь конечно не хорошо что здесь восстание. Минус 6. Минус 30. Так ладно. Один ход. Ничего страшного с вами не случится. 1141. 1141. А может и случится. Может и случится. Нам нужны деньги. Нам нужны деньги. Чтобы общественный порядок поднимать. Без общественного порядка мы с вами ничего сделать. Просто нам просто физически не сможем. Дам. Дам. Так. Общественный порядок. Как-то мы можем. Общественный порядок. Так уже плюс 4. Ладно. Все. Сканчиваем на этом ход. Выжидаем один день. Если вот на них не нападают. Когда все в порядке. Если на него нападают. То идем захватывать Сиракузу. У меня просто других вариантов сейчас нету. А. Тут вообще жесть. Тут бедный ядер. Ядер по ходу дела все. Сдулся. Сейчас его. А. Тут еще и спартанцы туда подлетают. Там какие-то войны. Такие серьезные вообще происходят. Вот на том. В той части карты. Ну. Ладно. Пока не с нами. Пока. Тихонечко так. Да и так. Ну. Ничего страшного. Это все не с нами происходит. Ну. Будем надеяться. Что никто нас пока толком-то бить не будет. Что там с Сиракузами? Они ходили уже или не ходили? Ребята так близко к нам плавают. Я аж прям нервничаю. Просто реально нервничаю. С этим у нас торговое соглашение. Все в порядке. Проблем быть никаких не должно. Оп. Ну что. Что-то вроде все проходили уже. Да. Вроде вот закончилась уже вот эта вот полоса загрузки. И снова все по кругу пошло. Я так не играю. Да. Сиракузы. Сиракузы на нас не напали. Эдетаны. Фракция уничтожена. Ай да мы. Мы их уничтожили. Заключен союз Спарта и Египет. Спарта и Египет. Это кто такое? Доводелы? Далматы? С Далматами у нас вроде все в порядке. Круп начало улучшаться. Это хорошо. Здесь у нас все так же по-моему уходит в минус. Да. Минус 6. Плохо. 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 Так. Смотрите. Ребята все перегруппировались. Про что я и говорил. То есть они начнут набирать армии. Этот встал в оборону. Слушайте. Ну а что нам остается делать? Объявить войну? Да какая разница? Нам все равно биться. Да? Да. Нам все равно биться. Объявить войну. Так. А ты не можешь что ли? Так это. Как-нибудь вот. Как-нибудь блокаду поставить что ли? Так. Ты. 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 Ты должен сделать какую-нибудь гадость. Наемное убийство. Пожалуйста. Ой. Слушайте. Какое-то мало процентов на наемное убийство. Так. Демонстрация силы. Бесполезно. Давай гадость какую-нибудь сделай. Упущенная возможность. Упс. Не хватило нам. Возможность сделать какую-нибудь гадость. Так. Эти ребята подойдут только на следующий ход. Так. А мы можем выставить блокаду на город? Слушайте. По-хорошему у нас воинов-то нам даже прочат победу. Да. Развернуто. 966. Подкрепление 1300. А у нас 2600. И подкрепление кстати есть. То есть он уже подошел. Ну что. Что понеслась. Так. Быстрое сохранение. Нашел эту кнопочку. Можно сохраняться оказывается. Так. Окружить нет. Автор расчет нет. Штурм. Да. Поехали. Поехали просто на штурм. Шансы нам выдают. Что вроде как у нас шансы есть. Потому что здесь ребята смотрите. Они. А. Не до битки. То есть видимо они где-то воевали. И не успели восстановиться. И. Б. У нас просто. Армия. Она. Более вкачанная. То есть у нас все с лычками. Хорошие гоплиты. То есть наемники. Такие мощные. И довольно большое количество стрелков. Вот. Стрелки должны вытащить. Вытащить игру. Потому что вот мы сейчас рассредоточимся. Вот здесь. Армия. Которая подходит с моря. Будет наверное заходить вот сюда. И попытаемся захватить Сиракузы. Если сможем захватить и закрепиться их. То все. Сиракузы будут уничтожены. Соответственно мы сможем полностью объединить уже Великую Грецию. В конце-то концов. Сколько уже можно. Какие мы злые. У нас было с ними хорошее торговое отношение. С ними нормально так общались. Они на нас не нападали. А мы взяли и так подло пришли к ним. Такой армия большой. Так. Хорошо. Погодные условия хорошие. Начать. Поехали. Итак. Кто у нас здесь есть? Так. Все лучники. Все лучники. Вы пошли в третью группу. Так. Все гоплиты. Первая группа. Вы. Вторая группа. Конница. Собственно. Это четвертая группа. И наш главный командующий. Как всегда пятая. То есть у нас ничего не изменилось. Все как есть. Так и есть. То есть я думаю. Что будет сосредоточена армия. Вот здесь вот. Так. Мои. Моя подмога придет с этой стороны. Как и ожидалось. То есть они высаживаются вот здесь вот. И будут потихоньку отсюда нападать. Так. Значит соответственно. Наша армия. Которая первая идет сюда. Копейщики рядышком. Гоплиты. Третий. Конница встает вот сюда. Да. Для того чтобы делать какие-нибудь забеги на лучников. И главный командующий стоит недалеко от нашей основной армии. Все. Вроде все. Поехали. Так. Почему у нас вот такая большая прям вражеское подкрепление на подходе. Я знаю. Вот они. Они вот там. Так. А давайте потихонечку будем продвигаться. Да. Да. Собственно вот как я и говорил. Армия будет сосредоточена вот здесь. Так. Всех своих сюда подтаскиваем. Здесь у нас что? Копейщики. Какие-то вообще недобитки. Ребята. Вот. 16. 160. Слушайте. Вот я. Вот просто хочу вот так вот сделать. Да. Моя элитная конница. Она должна прийти и все. И раскидать там всех. Абсолютно всех. В это время мы потихонечку будем подходить. Так. Собственно вот они наши корабли. Про которые я говорил. Все корабли высаживаются вот сюда. Все. Все. Поехали. Так. Почему наша конница решила что это надо сделать очень медленно. Мне на самом деле это безумно интересно. Так. Двоечка. Сюда выстроились. На всякий случай. Конница наша элитная побежала. Лучники наши. О. Красавца. В волчьих шкурах. Красота вообще. Красота да и только. Так. Вы будете пламенными стрелами. Вот мне хочется чтобы вы огнем стреляли. Это очень красиво и весело. Здесь вот у нас. Как я и говорил. Тут просто напросто мы уничтожаем всех. Всех и вся. Так. Ну что. Ребят. Вы уже в упор подошли. Вы стрелять будете. Нет. Да. Огонь. Понеслась. Они пытаются защититься. Посмотрим что у них из этого получится. Одновременно просматриваем вот здесь вот. Ребят. А почему? Я ничего не понимаю. Что тут такое вообще? Тут у вас такое большое количество людей которых надо вырезать. Вы стоите и извините меня тупите. Так. Здесь у нас наша армия хорошо отстреливается. Потихонечку начинают заканчиваться наши противники. Так. Здесь что? Ребят. Там по 16 человек в армии. Вы что смеетесь а? Там. Убейте всех. Просто вот. Всех кто тут есть. Мне никто не нужен. Никто не важен. Так. Все. Здесь у нас стрельба идет. Это хорошо. Еще бы они попадали было бы вообще замечательно. Слушайте. Они в хорошей защите сидят. Да. У них 81 был. И 81 до сих пор остался. Так. Тогда знаете что? Постреляйте вот по ним. Все. Здесь ребят добиваем всех. И вся пожалуйста. Так. И конница уходит. Слушайте. А они так нормально встали-то. Да. То есть они не хотят. О. Началась перегруппировка. Это хорошо. Перегруппировка. Это как раз нам на руку. Потому что во время перегруппировки они бегают. Кстати. Да. Вот. Наверное. Ребят. Надо вот. Знаете что делать? Надо уничтожить вот этого. Потому что здесь главнокомандующий. И если мы его убьем. То это будет хорошо. Кстати о птичках. Главнокомандующий куда-то побежал. А что это значит? Правильно. Это значит то что мы можем спокойненько. Приспокойненько. Взять нашу армию. Так. Взять нашу армию конницы. Да. И перебежать вот сюда. И просто-напросто их снести. Да. Да. Убьем там главнокомандующего. Будет проще. Так. Пожалуйста. Вы стреляйте уже в конце-то концов вот сюда. Там ребята бегают. Ой. На конницу нападают. Ребят. Отходим. 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 Потому что копейщики. Они для нас плохо-плохо-плохо. С ними биться очень-очень неинтересно. А вот если выдвинем наших копейщиков. Так. Давайте-ка я остановлюсь. Потому что у нас здесь пришло подкрепление. Так. Ты. 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 Так. Так. Нет. Значит. Третья. Плюс. Ты. 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 Третья группа. Вторая группа. Плюс. Ты. А нет. Это конница. Четвертая группа. Это получается. Ты. 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 Ну четвертая группа. Конница. Пятая. Плюс этот. Встали. Да. И первая группа. Плюс этот. 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 Первая группа. Все. Отлично. Третья. Четвертая. Все хорошо. Теперь стало немножечко попроще. Давайте значит всех подтягиваем. Лучники. Все. Солдаты колеблются. Где? Кто? Вы что смеетесь что ли? Ребят нам. Вы что там? Тут главнокомандующий. Надо его убить. Потому что. Слушайте. На самом деле. Я очень сильно туплю. По хорошему. Надо было бы. Знаете что мне делать? Мне надо было. Брать. И. Бежать. Практически. Напролом. К точке. К точке высадки. Точнее. К точке захвата. Потому что. Потому что. Стоком. Народу. Еще не высадилось. До того. Да. Вот оно раньше не высадилось. Сейчас уже высадилось. Да. Мы бы к этому времени. Уже успели захватить. Так. Пожалуйста. Конец. Отходите. Давайте. Первую армию. Просто возьмем. И начнем нападать. Потому что. Арт подготовочку. Мы уже с вами провели. Так. Вот. Вы. Пожалуйста. Отойдите назад. Ребят. У вас. Очень. Много. Народа. Да. Вот. Эти. Вот. Вот. Эти. Вот. Эти. Ребята. Должны. По хорошему. Прибежать. Вот. Сюда. Вот. Да. И начать. Всех. Выносить. Так. Где наш. Главнокомандующий. Почему он до сих пор. Вот здесь. Почему ты не там. Ты должен быть рядом с нашими. Войсками. Должен их. Подбадривать. И говорить. Что у них все хорошо. Так. Наша основная армия пошла в бой. Сейчас мы тут им устроим. Веселый прием. Ооо. Жесть. Их сколько. Так. Армию. 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 Черепаха нет. Хнутом им. Хнутом их сжахнуть. Чтобы ребята бились гораздо быстрее. Так. Пожалуйста. Убейте меня в конце до концов. Да. Все. Уничтожили. Уничтожили этих ребят. Все. И понеслась. Мочим этих. Так. Вы сюда. Четвертая группа. Вражеский водоначальник убит. Четвертая группа. Давайте вообще вот сюда вот. Ребят. Вот сюда. Вы будете проходить через вот этот проход. Там. У нас. Кстати. У нас вторая группа. Тоже неплохо так. Стоит. Пока. Вражеский водоначальник убит. Это хорошо. Соответственно. У них солдаты сейчас будут терять свою силу воли. То есть. У них рвения уже практически не будет. Да. В принципе. Все. Они побежали. Супер. Раз они побежали. Мы можем спокойненько делать вот так. Так. Четвертая армия. Смотрите. У нас. Гоплиты и ополченцы. Вот там вот бегут. И они очень сильно. Хотят. Чтобы мы их встретили. Очень сильно. Потому что. Ну нельзя отпускать никого с поля боя. Да. Зачем. Так. Вы хорош. 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 Идете сюда. Так. Ребят. Пожалуйста. Вот первая группа. Вот сюда вот. Да. Прибежала. Двинулась. Я бы даже сказал. Все. У нас тут. Наши войска подходят. Давайте немножечко сделаем побыстрее. Чтобы это все происходило. Потому что. Ну тут в принципе уже все ясно. Да. Сейчас я вытаскиваю наших основных лучников. Выставляю их вот здесь вот. И все. И начинаю просто-напросто вырезать. Устраиваю себе арт подготовочку. Да. Хотя можно и без арт подготовки. Вот реально. Можно и без арт подготовки. У нас. Они пытаются тем более выйти. Ой. Нет. 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 Слушайте. Нельзя без арт подготовки. Один из наших отрядов исчерпал боеприпасы. Да я видел в принципе. Что делать. Огонь. Пожалуйста. Пожалуй. Так. А вы куда пошли? А. Наши военно-начальники. Которые должны быть со всеми. Кричать. Что ой-ой-ой. Все хорошо. Так. Наши ребята. Главное. Сейчас уже. Врываются. К лучникам. Здесь всех вырезаем. Да. Тут проблем с ними быть не должно. Никаких. Лучники против конницы ничего сделать не могут. Это так. Это живое мясо. Пришли такие и умирают. Кстати. Мы сейчас должны уже скоро начать захват точки. Это хорошо. Это не нравится. Так. Вторая наша группа. Ребят. Пожалуйста. Вот сюда. Третья группа. Вот сюда. Так. Вы кто? Вы легионеры. А почему? Почему вы за ними бежите? А? У вас смотрите. У вас тут целая куча народу. Которые нужно убивать. Почему вы за ними побежали? Так. Ну ладно. Вот вы предположим. Вы можете да. Бежать за копьем метателями. Потому что это так. Это у нас место. Бесплатное место. Так. Ну тут все в порядке. Началась. Начался захват точки. Потому что здесь никого не осталось. Кто бы мог нам это помешать сделать. Только разбитые отряды. Но даже подкрепление не успело подойти. Вот реально. Давайте хоть что-нибудь крикнем. Не знаю. Второе дыхание людям придадим. Эй. Воодушевление. Там второе дыхание. Все. Поехали. Где наши супер отряды? Давайте воодушевим кого-нибудь. Какой-нибудь отряд. Ребята. Мы захватили точку победы. Отлично. Осталось только выстоять. Все. Сейчас ребят. Не разбредаемся. Встали здесь. Стоим. Ждем. Я понимаю. Что вы очень сильно хотите всех догнать. Всех убить. Но давайте мы как-нибудь без этого. Сказал я. И отправил конницу убивать вот этот отряд лучников. Но они слишком сладкие. Смотрите. Ребята. В таких волшебных шапках. Ух. Какие суровые. Суровые дядьки. Так. 80 секунд. Да. Осталось. Где наша кинематографичность? Мы сейчас будем смотреть. Что вот эта конница будет делать с тем бедным отрядом. Все. Там просто-напросто врыв. И уничтожение. Хе-хе-хе. Ребята. Тем более. Тем более конница с копьями. Тут просто. Ааа. Жесть. Все. Всех убить. Все сломать. Ну. Давайте. Давайте. Уже добивайте что ли. Тут. Развлекуха такая. Тын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Хе-хе-хе. Какой я все-таки злой. Я очень-очень злой. И вражеский форт скоро будет нашим. Да. Отлично. Я в принципе видел что это через 7 секунд он станет нашим. Вот эти вот ребята что здесь делают. Без понятия. Они как бы должны вообще эту точку захватывать. Ну. Не хотят и не надо. Отлично. Кончит бой. Завершить битву. Решительная победа. Это очень хорошо. Мы практически всех вот вырезали. Да. То есть тут один гоплит остался. Тут 9 копейщиков. Вообще. Чуть-чуть. Чуть-чуть народа осталось. У нас практически потерь нет. 119 человек против полутора тысяч соперника. Да. Это здорово. Это здорово. Я вам скажу хороший показатель. Дынь. Дынь. Хч. Все. Добили. Так. Сиракузы. Что мы с вами сделаем? Разграбить. 3,5 тысячи денег. Нестабильность в рубинце. Минус один заход. Захват только на следующий ход. Окупировать. Получение денег 0. Нестабильность в провинции минус 1. Нестабильность в провинции минус 1. Захват. Да ну нафиг. Давайте разграбим. Почему нет? Почему нет? Я бы сказал так. Только где мои деньги? А. Все. Да. Мы сюда пришли. Это приход. Денег подняли. Это здорово. У нас все равно тут нестабильность. Очень плохая. То есть минус 61. Как бы у нас так минус 75 было. Но ничего страшного. Неприятность эту мы переживем. Так. Зато мы теперь можем что? Мы можем в Лилибее все сносить. Да? Сказал я. И построил римскую деревню. Сказал я. И построил форт. И что-нибудь еще. Чтобы общественный порядок поднять хорошо. Так. Давайте посмотрим. Что у нас тут есть. Общественный порядок плюс 2. Боевой дух. Защита от действий. Нет. Общественный порядок плюс 3. Дух от дохода всех зданий. Плюс 5. Интересно. Плюс 3. Скорость исследований. Нет. Неинтересно. Общественный порядок. Культурное влияние Рима. Нет. Культурное влияние Рима. Общественный порядок плюс 4. Вот наверное все таки доход от всех зданий Плюс 3 да и культурно Общественное Нет вот этот Будем тратить деньги Ну что ж ребята нам удалось с вами захватить Сиракузы теперь у нас полностью Подчинена нам большая Греция Я вас с этим поздравляю На этом мы сегодня закончим С вами был Джейн Это была игрушка Total War Rim 2 Играйте в хорошие игры Пока